всем привет сегодняшний ролик можно смело назвать антикризисный дизайн потому что сегодня я буду рассказывать про мебель а именно реакорнация мебели так я назвал сегодняшний видеоматериал потому что не все могут себе позволить купить новую мебель красивую дизайнерскую да и потом а если у меня мебель та которая устраивает ну или от бабушки осталось что с ней это делать сегодня про то что можно сделать со старой мебелью а это тоже можно дорогие друзья и сегодня несколько компаний я предоставлю вашему вниманию с помощью которых вы сможете преобразить свою старую мебель существующую мебель ну или посмотреть куда-то так сказать на просторы интернета на мебель которую можно купить и реставрировать короче меньше слов больше дела поехали но прежде всего подпишись на канал и нажми на колокольчик чтобы получать уведомления о будущих видео потому что будет целая серия антикризисных видео где покупать с чем иметь дело как вообще быть в текущей ситуации подписывайтесь но мы продолжаем и так начать я хочу с компании которая называется мару studio знаете что это друзья мои а это ручки ручки для вашей мебели ребята посмотрите какая красота начиная с сайта мы уже погружаемся в мир прекрасных декоративных вещей а я вам скажу с помощью каких-то ручек можно преобразить практически любую мебель ну например был у вас комод икея а стал шикарный итальянский комод ну аля итальянский или изысканный французский и все благодаря ручкам посмотрите какие прекрасные вещи здесь используются натуральные материалы во первых это камни натуральные камни это натуральный металл и посмотрите как они сочетаются друг с другом посмотрите какой великолепный дизайн ручки могут быть маленькими могут быть большими огромными в общем выбор огромен производство наша россия правда сейчас мне сказали на выставке заказ нужно оформлять заранее потому что большая загрузка производства слишком много желающих заказать эту прелесть да к но и понятно если у вас какой-то невзрачный комод купили пару ручек и все он у вас заиграл преобразился стал совершенно другим в общем друзья оставляю ссылку в описании переходите на сайт сами подбирайте пока я вам рассказываю про то как можно с помощью этой фурнитуры преобразить интерьер вот видео тут параллельно вы можете посмотреть то которое я записал на выставке здесь помимо ручек вы можете найти упоры для дверей например ну то есть мало ли кто-то хочет что-то эдакое например из не вот масс-маркет которая там в леруа мерлен продается а вот что такое из камня натурального это тоже можно дорогие товарищи поэтому переходим на сайт выбираем покупаем отечественное производство огромный выбор идем дальше и так идем дальше дорогие друзья и это девушка милая девушка которая занимается росписью мебели а также интерьеров зовут ее александра малюк посмотрите какие прекрасные предметы интерьера а конкретно это тумбочки которые она лично расписала и вот такая вот прелесть стоит на выставке просто залюбуешься это действительно очень красиво то есть можно взять какую-то старую старьёвщину и расписать ее просто разноцветными красками ну а если как-то заморочиться посильнее то можно и узоры и орнаменты добавить а можно какую-то необычную раскраску добавить короче говоря друзья у нее есть сайт я тоже ссылочку оставлю вот так вот это выглядит вот она здесь например дверь расписывает тоже выглядит очень красиво мебель может расписываться абсолютно любая это может быть тумбочка это может быть комод это может быть консоль это могут быть двери межкомнатные это может быть кухонный гарнитур а также можно расписывать стены в интерьере и все это делает александра малюк очень мне понравилось как она работает ее работы поэтому ссылку оставляю ребята тоже об этом можно подумать как преобразить старую существующую мебель с помощью роспись правда надо сказать что удовольствие это не дешевая но опять же позволяет сделать что-то уникальное из вашей мебели ну а если вы сами в руки возьмете кисти и краски то тогда вам это ничего не будет стоить кроме вашего времени и море удовольствия которое вы получите во время процесса следующие ребята называются мимоза винтаж эти товарищи покупают старую мебель ну например на авито каком-нибудь привозят ее к себе в цех реставрируют заново обтягивают перетягивают дерево обрабатывают снова шлифует красят лакируют и вуаля получается прекрасная новая мебель из старой прошу любить и жаловать мимоза винтаж единственное что минус заключается в том что это самая мебель она постоянно обновляется и допустим если вы запланировали купить какое-то кресло которое вам понравилось но через месяца два так вот его может просто не оказаться потому что все время все меняется мебель покупают но насколько я понял эту самую мебель которая вам понравилась где-нибудь или например у вашей бабушки из старой мебель вы можете отвезти им договориться предварительно и они ее отреставрируют в общем прекрасная возможность сделать из старой мебели новую кстати мы этим тоже занимаемся и в наших интерьерах мы тоже любим применять такую винтажную мебель вот например посмотрите интерьер это кабинет психолога здесь мы перетягивали старые кресла которые купили на авито посмотрите какая прелесть получилась в чем фишка в том что они находят мебель дизайнеров знаменитых не очень знаменитых или каких-то фабрик которые в свое время когда-то ну например в пятидесятые может быть шестидесятые года считалось прогрессивной в какой-то момент стала знаменитой короче говоря находят какие-то значимые вещи значимые в дизайне значимых каких-то дизайнеров и реставрируя ее выставляют на продажу очень интересная подборка вот здесь вот вы можете посмотреть мои фотографии видео ну например вот это кресло очень классная мне понравилось кстати говоря на всей мебели сидеть очень удобно а хоть она выглядит такой достаточно компактно и не развались ты помимо мягкой мебели они реставрируют и корпусную мебель поэтому это тоже не проблема и насколько я понял они могут реставрировать и вашу мебель если это им покажется интересным но в целом они занимаются тем что вот как я уже сказал какие-то значимые предметы они находят покупают это в европе реставрируют везут сюда но кстати в европе и какую-то часть продают я уж не знаю как это будет связано с поставками но говорят что проблем никаких нет для того чтобы понять что у них есть наличие нужно зайти на их сайт там посмотреть экспозиция постоянно меняется но она и понятно что-то нашли купили там какую-то пару кресел реставрировали продали все больше ее не будет но будет что-то другое поэтому здесь нужно как говорится не моргать а успевать понравилось купил все вот схема примерно такая но ссылочку на сайт оставляю в описании следующая компания называется mobile love story если я опять что-нибудь в английском не напутал но смысл заключается в том что они занимаются тем же самым собственно говоря что и предыдущие ребята тоже реставрации мебели но насколько я понял они немножечко попроще в том плане что они не гонятся за дизайнерскими вещами они могут в принципе что угодно отреставрировать стулья кресла корпусную мебель и могут взять какие-то предметы и попроще и вашу могут мебель взять на реставрацию если вы захотите поэтому чтобы с ними связаться нужно написать им в telegram короче говоря ссылку я оставлю сайта нет но вот по мессенджером можно с ними связаться контакт оставляю посмотрите тоже делают все качественно красиво кстати вы можете попросить какой-то определенный цвет это тоже возможно ну в общем я думаю что вы сможете договориться и поэтому подумайте а стоит ли выбрасывать вашу старую мебель может быть стоит ее реставрировать и она заиграет новыми красками и будет радовать вас еще долгие годы поэтому возьмите это на вооружение ребята следующая компания называется ай эм океан я просто не мог пройти мимо этих ребят это настоящие творческие люди вот достаточно просто на них посмотреть и сразу понятно это художники у них даже не хватает времени чтобы сделать свой собственный сайт который я на который я естественно зашел и и мне он показался уж простите меня отвратительным но просто какой-то он очень странный что не сказать о предметах которые были выставлены на выставке это вещи люстры столик стульчик кресла из бумаги ребята из бумаги почему я их поставил сюда в реокарнацию мебели потому что они могут этой самой бумагой залепить любую мебель собственно они с этого начинали как мне рассказал а этот товарищ с выставки он мне показал на барный стульчик вот на фотографии вы увидите тоже этот барный стульчик вот этот вот оранжевый а значит они выполняли заказ для сети ресторанов и оформляли интерьер видимо вот такими предметами и брали конкретный барный стул барную табуретку и облепливали ее бумагой а и получался вот такой вот классный дизайн поэтому когда я их спросил а вы вообще в принципе можете любую мебель так сделать не грида вообще любой все что угодно можете там любой столик нам принести мы его вот так вот обляпаем бумагой будет вот такой дизайн с точки зрения надежности ребят ну вот эти стулья стоят в баре представляете какая там проходимость жопа на извините за мой французский ну то есть там же садятся как-то это ёрзают труд вот он вот он оттуда с ним все в порядке и когда я спросил а выдерживает ли вообще ну бумага как они говорят с бумагой то ничего стулья ломаются то есть сам стул ломался тот который они самые дешевые покупали по просьбе рестораторов правда потом сказали что сайт стали сами делать каркас и все нормально все наладилось ничего ломаться не стало в общем все в порядке короче говоря могут взять любую мебель могут взять светильник и вот оформить ее вот таким образом именно поэтому я их поставил сюда в реакорнацию хотя именно их именно этих творческих ребят нужно было ставить на первое место я думаю что именно так и должно было быть но а я их оставил вот на такую на закусочку для вас фактура текстура форма дизайн все выглядит классно но просто я влюбился честно обязательно где нибудь использую в интерьерах особенно светильники посмотрите это же просто какое-то чудо чудесное не знаю как еще это назвать но нет то ли коряга то ли гнездо какое-то то ли копна вообще что это такое но выглядит очень здорово правда а светильники например вот эти вот стоят 8 12 14 тысяч рублей в зависимости от размера ну то есть не адски дорого не италия и не испания но зато это же космический дизайн ребята это просто космос какой-то и если проявить фантазию и в интерьере где-то их использовать это будет все взрыв пушка огонь я так считаю помимо того что они могут облепить готовую мебель бумагой превратить ее в нечто эдакое конечно они и свою мебель могут вам предоставить поэтому переходим по ссылочке на их сайт сайт называется а м тире океан точка ком и там вы можете найти много много всего интересного правда вот конкретно этой мебели из бумаги я не нашел поэтому если вы с ними свяжетесь по поводу приобретения вот такой вот штуковины ну лучше скидывать им сразу эти фотографии говорите хочу так давайте обсудим и все такое прочее ребята простые идут на контакт могут изготовить мебель любого размера светильники любой формы в общем все что угодно самое главное что это по дизайнерски и креативно ребята зачет я бы дал им вот если все премии собрать все выставки собрать и дать какую-то общую премию самую главную такой приз зрительских симпатий я бы им отдал честное слово ну конечно не обошлось и без курьезов дорогие друзья сейчас один из них я вам покажу это мебель тоже отечественного производства почему она курьезная на мой взгляд ну смотрите сами то есть судите сами как говорится это какие-то ежи и грибы переростки то есть это такая детская мебель ну то есть видно что сил вложено много но выглядит это все как знаете ну я не знаю что это за кошмар что это за взбесившаяся болгарская мебель какая-то прибежавшая в наши детские комнаты это типа дети нате вам вот этого ежа переростка ребята ну мне вы простите меня конечно пожалуйста если я оскорбил чьи-то чувства но мне показалось это конечно капец какая вата вообще просто то есть это дизайн очень странный чего стоит только вот вот это вот мебель микрофон комод микрофон причем это не просто микрофон это микрофон из comedy club микрофон это мебели я и она еще по-разному открывается всяко можете себе представить это просто отвал башки просто вот такие тоже есть представители сайта нет мессенджеров нет есть только имя мастера зовут его григорий кудрявцев вот контакт его я оставлю в описании если вдруг вам это понравилось в принципе ну почему бы нет как говорится на вкуса и цвет товарища нет но в завершении друзья хочется вам пожелать не покупать безвкусных вещей а чтобы не ошибиться выборе обращайтесь к дизайнерам дизайнеры с удовольствием сделаю для вас дизайны интерьера все подберут гармонично удобно лаконично чтобы настала гармония и уют как говорится а для этого обращайтесь в нашу дизайн студия студия градис мы с удовольствием для вас разработаем дизайн интерьера где бы вы не находились в каком бы городе вы не находились в каком бы уголке планеты не жили на дистанционке мы работаем тоже но на этом все подписывайтесь на канал жмите на колокольчик ставьте лайк этому видео и пишите комментарии всем пока да прибудет с вами муза а